Дай почитать. История литературы – это, по большому счёту, и история читателей. Ведь именно они определяют популярность, известность и долговечность многих книг. Книги удивительны. В какой-то миг они подходят к концу, а в следующий просто перелистываются и начинаются заново. Так говорит главная героиня популярной немецкой писательницы Мехтильды Глейзер из «Книжных странников». У этой книги просто фантастическая идея, которая очарует любого книгомана – путешествие по любимым книгам. И это действительно увлекает. Страниц 170 просто очаровывают. А вот дальше начинаются сомнения, вопросы и горечь от неоправданных ожиданий. Вначале всё как-то романтично, по-английски, а потом всё мрачней и непролазней и депрессивней, по-немецки. Итак, 17-летняя Эми Ленокс рада вместе с мамой Алекс хоть на время сбежать от навалившихся неприятностей на остров в Шотландии – Штормсей. Оказывается, что на острове издавна живут семьи Леноксов и Макалистеров. Все представители этих семей наделены особым даром – странствовать по книгам. Не надо думать, что это легко и подвластно каждому. Нет, это удел немногих избранных. Здесь есть свои жёсткие правила. В книгу можно попасть только лёжа в каменном круге. Ходить можно только по своей учебной книге. В сюжет не вмешиваться, героям не подсказывать и многое другое. Но Эми замечает, что легко попадает в книгу с любого места, да ещё вправе выбирать своих друзей, книжных и реальных. Учебное пособие Эми – книга «Джунглей» Редерда Киплинга. Но она внезапно замечает, что объявился книжный вор, и начались очень странные, даже трагические события. Вор крадёт изначальные идеи. Без них невозможно дальнейшее развитие сюжетов. Так он украл лето и сна в летнюю ночь. Розу из «Маленького принца». Ураган из «Удивительный волшебник страны» Оз. Портрет из «Портрета Дриана Грея». А Элизабет Беннет, кто бы мог подумать, сломала ногу по дороге в Незерфильд. Из «Гордости и предубеждения» Джейн Остин. А ещё новый друг Уилл находит труп Шерлока Холмса. К сожалению, но не книжная идея стала смыслом книги Мехтильды Глейзер «Книжные странники», а средневековая легенда о принцессе, чудовище и рыцаре. Читайте, дорогие слушатели, и всё узнаете. До новых встреч! Дай почитать!